Здравствуйте, в эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. Вышли на новый уровень. В Югре провели первую пересадку сердца. Прививку от коронавируса могут сделать сезонный. 49 тысяч человек в Югре уже прошли вакцинацию. Счет идет на десятки миллионов. В Югре ликвидируют финансовую пирамиду. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре бьется первое пересаженное сердце. Оно спасло жизнь пациенту из окружного центра. Высокотехнологичную операцию по трансплантации главного органа кровеносной системы провели специалисты окружной клинической больницы Хантамантийска. На это им потребовалось 4 часа 15 минут. Сейчас рецепиент чувствует себя хорошо. Он уже выписан и находится под амбулаторным наблюдением кардиолога. О новых достижениях югорской медицины расскажет Наталья Акст. Одновременно у операционного стола работали 7 врачей. Хирургам, анестезиологам и перфузиологам помогали 6 медицинских сестер. Когда с аорты сняли зажим и пустили кровоток, пересаженное сердце сразу забилось в правильном ритме. На небольшой медикаментозной поддержке врачи закончили искусственное кровообращение и перевели пациента в реанимацию. В тот же день он начал дышать самостоятельно. Этот момент, когда новое сердце вшито в организм рецепиента, снимается зажим с аорты, и сердце начинает биться, то это такой момент большой победы всей бригады. У нас опытная кардиохирургическая, кардиоанстезиологическая бригада. Мы выполняем весь спектр вмешательств. И пересадка это была еще одной новой операцией, которая теперь есть в нашем арсенале. Пациент, получивший шанс на новую жизнь, наблюдался у кардиологов больше 10 лет. После инфаркта миокарда жил с хронической сердечной недостаточностью. В 2019 году его первым включили в лист ожидания. В январе он поступил уже с декомпенсированной формой сердечной недостаточности. То есть времени оставалось не так много у этого пациента. И по такому стечению обстоятельств мы смогли выполнить трансплантацию сердца. Пациент в любом случае будет под постоянным наблюдением кардиологов, потому что любая трансплантация, неважно какого органа, она связана с постоянным приемом специальных препаратов. Но тем не менее, этот пациент совершенно свободен в своем передвижении. Он абсолютно может расширять свою физическую активность, жить обычной жизнью. Чтобы самостоятельно проводить такие операции, специалисты ОКБ прошли обучение в лучших европейских клиниках, а также в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии искусственных органов имени академика Валерия Шумакова. Прошлой осенью эксперты центра приезжали в Фантамансийск. Они подтвердили, что и база, и профессиональная подготовка коллектива больницы позволяют проводить пересадку сердечной мышцы. У них хорошее будущее. Я был в больнице, я знаю этих ребят. Надо сделать вторую, третью, четвертую, пятую. Понять за это время, что ты можешь делать лучше, что не надо делать. Понимаете? Это дело практики. Подготовка к трансплантации сердца продолжалась и в период пандемии. Специалисты углубленно обследовали рецепиентов, проводили зондирование полости сердца и лабораторное тестирование. Сегодня в списке 12 человек, нуждающихся в донорском органе. Еще 17 югорчан имеют определенные критерии к трансплантации. Но прежде их нужно дообследовать. На сегодняшний день мы можем выполнять эксплантацию органов в 8 окружных учреждениях, которые имеют на это лицензии. Удаленность наших донорских баз является основной проблемой от рецептологии. То есть, если мы можем консервировать орган, в среднем у нас получилось 11,5 часов, с учетом расстояния, на которое мы летаем, ездим и так далее. Если говорить не в среднем, то он составляет от 3 до 20 часов. Если для почки это нормально, для печени это допустимо, то для сердца это критично. Наверное, чего ждем в ближайший год-два, что в округе появится еще как минимум одно учреждение, где будет работать окружная программа трансплантации, где она будет расти, развиваться. Число пациентов, которые смогут такую помощь получить, будет увеличиваться. И вот поверьте, зная сегодня возможности не только ханты-мансийской, но и сургутской медицины, там к этому тоже сегодня коллективы находятся очень близко. За 5 лет работы на счету службы трансплантологов ЮГРЫ 44 операции по пересадке почки, 7 операций по пересадке печени и теперь первая успешная трансплантация сердца. По подсчетам медиков, ежегодно в таких операциях нуждаются 20 югорчан. Первый шаг к этой цели наши врачи уже сделали. Наталья Акст, Сергей Маноленко, окружная телерадиокомпания ЮГРА. Ковид-19 постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому с высокой долей вероятности прививаться от инфекции придется регулярно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В ЮГРе на сегодняшний день первым компонентом привито более 49 тысяч человек. Из них около 36 тысяч полностью завершили вакцинацию. О необходимости сделать прививку рассказывают специальные памятки. Их сейчас раздают в медицинских учреждениях ЮГРы, а также вкладывают в наборы с лекарствами, которые доставляют пенсионерам. В первую очередь вакцинация рекомендована работникам крупных организаций, учреждений здравоохранения и образования, соцработникам, нефтяникам, а также пожилым людям. Противопоказана же она тем, кто в данный момент плохо себя чувствует, недавно переболел или имеет серьезные хронические заболевания. Памятки по вакцинации получают пациенты на приеме у терапевтов, а также наши волонтеры приносят их вместе с лекарствами на дом. Тем людям, которые сейчас сидят на самоизоляции, это люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто проходит лечение на дому, например, от пневмонии или коронавирусной инфекции. В поликлиниках памятки можно найти в общедоступных местах, в уголках здоровья и также самостоятельно ознакомиться с ними. 90 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре. Больше всего заболевших в Сургуте. Здесь диагноз подтвердили у 26 человек. В Хантаматийске заразился 21 человек, в Нижневартовске – 14, в Урае – 7, в Нягоне – 6. Еще в семи муниципалитетах – 4 и меньше случаев. Примечательно, что снижается и доля больных с тяжелым течением болезней. На момент выявления у 72-х человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15-ти зафиксирована пневмония. Состояние 66 пациентов тяжелое, 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли 2 человека с подтвержденным коронавирусом. Вылечились 127 человек. Всего новой коронавирусной инфекцией переболели 50 500 югорчан. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в прошлом году в Югре составил 493,5 миллиарда рублей. В этой сфере в округе заняты 207 тысяч человек. Такие цифры озвучили на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Югре. За время пандемии выросло число самозанятых югорчан. Сегодня 16 тысяч человек официально получили такой статус. Для них в округе разработаны пакетные меры поддержки. А с этого года предусмотрен новый кредитный продукт, а также гарантийная поддержка. В целом в прошлом году на поддержку малого и среднего бизнеса в Югре направили 2 миллиарда 198 миллионов рублей. Самыми востребованными оказались программы кредитования. Получить кредит было проще, а решения по одобрению кредитов принимались в течение двух дней. Процентные ставки микрозаймов при этом снизились до 4,5%. Было предоставлено 339 микрозаймов. Отмечу, что это больше, чем в 2019 и 2018 году на общую сумму 749 миллионов. Предоставлено поручительство более 170 предпринимательским проектам на сумму 920 миллионов рублей, что позволило привлечь 1,5 миллиарда. Несмотря на ограничения, при поддержке центра поддержки экспорта Югры было заключено 14 экспортных контрактов. Тоже больше, чем в 2019 году на сумму 3,5 миллиона долларов США. Также мы фиксируем возросшую потребность в поисках новых рынков сбыта. 1837 предпринимателей получили финансовую поддержку по различным направлениям. Из них 1020 ведут деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от распространения COVID-19. Такая поддержка позволила не только сохранить рабочие места, но и создать 346 новых. В Югре ликвидируют финансовую пирамиду. Кредитный потребительский кооператив Югра работал в Сургуте несколько лет. Организация привлекала деньги жителей округа в качестве вкладов, обещая большой годовой процент и выдавала займы. Кооператив получал прибыль только от новых клиентов. Причем средства никуда не инвестировались. То есть работал принцип финансовой пирамиды. А это незаконно. В 2019 году Банк России запретил КПК привлекать новых клиентов и средства. Несмотря на это, кооператив продолжил работу. Кроме того, выяснилось, что на сайте размещалась информация, которая вводила югорчан в заблуждение. А руководство организации вносило в бухгалтерский учет неполные данные. Информация обо всех выявленных фактах уральским главным управлением Банка России была передана в правоохранительные органы, прокуратуру и управление антимонопольной службы для принятия мер. В июле 2019 года уральским главным управлением Банка России в управление МВД по городу Сургуту было направлено письмо о выявлении в деятельности КПК Югра признаков финансовой пирамиды. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество и незаконное привлечение денег». Правоохранители ищут обманутых югорчан. В органы уже обратились больше 70 человек. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Теперь организаторам финансовой пирамиды грозит до шести лет тюрьмы. Добавлюсь, из-за этим сотрудники Банка России объяснили, как отличить добросовестную кредитную организацию от мошенников. Если вам обещают 50% годовых по вкладам в КПК или утверждают, что вклады в КПК застрахованы государством, это обман. Проценты в кооперативах выше банковских, но не в несколько раз. Они не могут превышать ключевую ставку Банка России в 1,75 раза. Кроме того, сбережения в КПК не подпадают под действие государственной системы страхования вкладов. Ледовые переправы в Югре будут работать еще около месяца. Об этом сообщает окружной МЧС. Государственные инспекторы по маломерным судам готовы приступить к их закрытию при устойчивом повышении температуры воздуха. Напомню, сейчас в округе почти сотня переправ. Более половины из них межмуниципальные. С учетом фактического состояния льда, ездить по таким участкам разрешено транспорту массой до 30 тонн. Специалисты планируют, что снижение грузоподъемности начнется через две недели. Морозные дни ждут в Югру. По прогнозам Хантамансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня на территории округа среднесуточная температура воздуха будет на 15 градусов ниже климатической нормы. Морозы ниже 30 градусов установятся в Березовском, Белоярском районах, а также в северной части Сургутского района. Напомню, этой зимой рекордные температурные колебания мы наблюдали неоднократно. Например, 24 февраля в округе побит морозный рекорд столетней давности. В 1912 году в этот день тогда еще в Осяково-Гульске было минус 36, а 24 февраля 2021 года в Хантамансийске зафиксировали 39 ниже нуля. Тем не менее, зима отступает. Уже со следующей недели в Югре начнется заметное потепление. В Югре формируют волонтерские штабы для проведения голосования за проекты благоустройства. Всего их будет 15 в разных муниципалитетах региона. Напомню, с 26 апреля по 30 мая россияне смогут выбрать объекты для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Волонтеры будут работать в самых посещаемых общественных местах – учреждениях культуры, торговых и многофункциональных центрах. В настоящее время идет набор добровольцев. Подать заявку можно на сайте добро.ру до 22 марта. За неделю волонтерские корпусы Югры приняли в свои ряды 150 человек. В основном это студенты и работающая молодежь. Как только набор закончится, для волонтеров организуют информационную кампанию и ознакомят с фронтом предстоящих работ. В городе будут определены точки, где будут находиться инфостойки, где волонтеры будут рассказывать, за какие объекты можно проголосовать, которые могут появиться в городе. Также у каждого волонтера будет планшет. И уже если гражданин, житель города обладает временем, он может на месте прямо сразу проголосовать. Наши волонтеры будут рассказывать, куда нажать, куда перейти, как сделать. Собственно, все поэтапно. Как показала практика, даже когда мы голосовали за Конституцию, все равно нужно информировать. У всех разная возможность доступа к информации. А тут уже целенаправленно ребята будут рассказывать именно об этом проекте. Центр помощи бездомным животным переправа во время своего рабочего визита в Сургут посетила Наталья Комарова. Сегодня здесь содержится 65 животных, а всего под опекой движения 120 собак и 180 кошек. На средства различных грантов здесь удалось построить 80 вольеров, установить 50 теплых арктических будок. В прошлом году проект «Переправа» стал победителем конкурса социальных проектов Общественной палаты России «Мой проект – моей стране» в номинации «Экология и охрана окружающей среды». В ближайшее время на территории центра планируется создать дом волонтеров, в котором будут проводить просветительские мероприятия. Помимо этого оборудуют дополнительные вольеры для собак и кошек, тренировочные площадки и места для выгула животных. Еще хочу обратить ваше внимание. Смотрите, вот у нас такое мизерное муфо, и нужно узнать историю животного, на сайт перейти и посмотреть. То есть вы можете предложить будущему владельцу всю информацию, и он будет иметь больше сведений для того, чтобы принять решение? Да, возраст, характер, когда животное, как вообще попало, какая история. Вот это у нас... Люди добрые, пожалуйста, обратите внимание на этих воспитанников. Может быть, кто-то из вас найдет здесь своего друга. Спасибо. Организовать приют для животных с ноля. Сургутские активисты готовят форум зоозащитников. Мероприятие пройдет 24 до 25 апреля на базе общественного движения «Дайлапу». Организаторы пригласили семь региональных и федеральных спикеров. Они поделятся успешным опытом программы стерилизации собак и возврата животных в естественную среду обитания. Обсудят проблемы чипирования, полномочия ветеринарного надзора. Специалисты расскажут, какие именно ситуации можно квалифицировать как жестокое обращение с животными. Форум проводят на средства президентского гранта. Это второе подобное мероприятие в Югре. В 2019 году оно объединило 40 участников. В прошлом году форум отменили из-за пандемии. В этот раз часть мероприятий пройдет онлайн. В конце недели начнется регистрация участников. Амелия Хомченко продолжает записывать творческие мастер-классы на своем видеоканале. Амелия – редкий ребенок. У маленькой сургутянки сразу два генетических заболевания. Спинально-мышечная атрофия и фенилкетонурия. С рождения девочка засыпает под аппаратом вентиляции легких. Ест только специальную пищу и передвигается на коляске. В 2019 году Амелия стала первым ребенком, которому Югра помогла приобрести дорогостоящие лекарства. При этом девочка живет, как обычные дети. В прошлом году завела собаку и начала вести блог на Ютубе. На его развитие девочка получила грант-губернатора. На канале Амелия рассказывает о своей жизни и занимается вместе со своими зрителями творчеством. В одном из последних роликов предлагает изготовить стильную сумку. С помощью этого набора я буду создавать рисунки на сумке. Нашу катушку нужно положить в пакет. Нашу сумку надо положить теплым местом на три часа. У нас хорошая семья. Мама, папа, шпиц и я. Амелия. Гости Хантамансийска получат специальные бонусные карты. Такой практичный сувенир позволит получать скидки в ресторанах, гостиницах, музеях и спортивных объектах окружного центра. 11 предпринимателей поддержали проект и готовы предоставлять бонусы владельцам карт. Размер скидки и срок действия карты они регулируют самостоятельно. Идею карты гостя позаимствовали у Санкт-Петербурга. В Северной столице такая система работает уже давно. Правда, карту нужно покупать. В Хантамансийске ее будут бесплатно выдавать туристам, участникам крупных международных спортивных соревнований, культурных, деловых мероприятий, которые проходят в Хантамансийске. Получить карту гостя можно в гостиницах окружной столицы или в туристско-информационном центре. Уже у нас выдают наши коллеги, наши партнеры эти карты. У них есть информация, у всех у них будет наклейка, которая подтверждает участие в этом проекте. Ну и, соответственно, спрашивают наши горожане, почему нам не дают эту карту. Во-первых, мы хотим сказать, что у многих наших горожан есть другие льготы, другие преференции. Соответственно, они могут получить у наших предпринимателей другие карты. А как любой гостеприимный хозяин, они должны создать хорошие условия в Хантамансийске для того, чтобы наши гости хотели к нам вернуться. Югорские биатлонисты выступят на заключительном этапе Кубка IBU в составе национальной команды. В Австрии сегодня начнутся европейские старты. Там в составе сборной России выступят шесть югорчан. Никита Поршнев, Семен Сучилов и Вадим Филимонов у мужчин. В состав женской команды вошли Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Елизавета Каплина. Сегодня биатлонисты выйдут на старт индивидуальной гонки. Также в программе соревнований «Два спринта», а также «Смешанная эстафета» и «Супермикст». С другими спортивными событиями вас познакомит мой коллега Дмитрий Пришвицин. А я с вами прощаюсь. С вами был Илья Райшев. Всего доброго. Увидимся в эфире. Первую гонку чемпионата России по биатлону отменили. Югорские футболисты дважды забили ворота сборной Франции, а «Мамонты» и «Югры» сегодня начнут выступление на Кубке Харламова. Теперь обо всем подробнее. Первую гонку на чемпионате России по биатлону отменили. Всему виной низкая температура воздуха. Несмотря на яркое солнце и безветренную погоду, на улице было минус 25 градусов. Поэтому организаторы решили поберечь спортсменов и оставить их в тепле. Сегодня биатлонисты должны были выйти на старт командной гонки. Эта дисциплина, к слову, должна была пройти в Ханты-Мансийске впервые. Она чем-то похожа на спринт, только вот стартуют команды по очереди и сразу по 4 человека. Затем через 2 минуты бежит следующий квартет. У мужчин это 10 километров с двумя огневыми рубежами, у женщин 7 с половиной. Но югорским любителям биатлона познакомиться с этим видом, видимо, не суждено. Гонку отменили из-за низкой температуры. Сегодня было принято решение вообще отменить данную дисциплину, проведение данной дисциплины на данных соревнованиях. Потому что в следующие 2 дня тоже не совсем понятен прогноз погоды. Стоит холод. А с 15-го у нас уже день отъезда, то есть у нас ограничены рамки проведения соревнований. И опять же, можем было, конечно, заменить, допустим, не проводить смешанные эстафеты. Но смешанные эстафеты это олимпийские дисциплины, поэтому приоритет был отдан им. И, соответственно, большому масс-старту, как более зрелищной дисциплине. Вообще в программу чемпионата России по биатлону включили 7 гонок и разбили старты на 2 блока. В первом осталось пробежать смешанную эстафету и большой масс-старт. Всего за медали приехали побороться 74 спортсмена из 14 регионов страны. Югра как хозяйка выставила 13 биатлонистов. Завтра до обеда судейская коллегия примет решение о проведении смешанной эстафеты. Если на улице не потеплее, то биатлонисты вновь проведут день в тренировочном режиме. Егорские футболисты Андрей Афанасьев и Данил Давыдов помогли национальной команде разгромить сборную Франции. Накануне в Подмосковье состоялся второй матч против французов. Россияне выходили на игру фаворитами. Команда Сергея Скоровича не допустила ошибок в предыдущих встречах и выиграла все три противостояния. А общая разница забитых и пропущенных показывала класс команды 13 к 2. Несколькими днями ранее россияне выиграли у Франции в Париже со счетом 3-2. Во второй же игре равная борьба была лишь в первом тайме. Там команды обменялись мячами и ушли на перерыв при счете 1-1. Во втором игровом отрезке подопечные Сергея Скоровича перешли на быстрый атакующий футбол. Французы не выдержали такого темпа и оборона рухнула. Четыре безответных мяча во втором тайме помогли сборной России одержать уверенную победу 5-1. Голами отметились югорские футболисты Андрей Афанасьев и Данил Давыдов. Благодаря этой победе наша команда обеспечила себе место в финальной части Евро-2022. Сегодня свою первую игру на Кубке Харламова проведут Мамонты Югры. Соперником молодежки будет Толпар из Уфы. Благодаря хорошему турнирному положению югорчане начинают плей-офф на домашнем льду. В Кантемансийске команды сыграют два матча. Сегодня и завтра, а после переберутся в Уфу. Там 14 марта сыграют третью игру. Если определить победителя не получится, то будут назначены дополнительные игры. 15 марта в Уфе и, если потребуется, 17 марта в Хантемансийске. Напомню, для того, чтобы пройти в четвертьфинал, одна из команд должна одержать три победы. А завтра в четвертьфинале Кубка Петрова начнет играть старшая команда. ХК Югра поборется за полуфинал с Химиком из Воскресенска. Игру вы сможете увидеть в прямом эфире на нашем телеканале. Ну а на этом у меня все. Следите за спортивными событиями на телеканале Югра.